Нам задан треугольник АВС, который похож на прямоугольный треугольник. И мы уверены, что он прямоугольный, потому что 3 в квадрате плюс 4 в квадрате равно 5 в квадрате. Задача состоит в том, чтобы найти косинус двойного угла АВС. Вот это угол АВС. У нас не получится сразу решить эту задачу, однако нам известен косинус угла АВС. Мы знаем, что косинус угла АВС, а косинус – это отношение прилежащего катета к гипотенузе, будет равен 3 пятым. И таким же образом нам известно значение синуса угла АВС, то есть противолежащий катет к гипотенузе, который равен 4 пятым. Если нам удастся разделить его только на косинусы угла АВС и синусы угла АВС, мы найдем решение. Нам повезло, так как в нашем распоряжении есть тригонометрическое тождество, которое нам в этом поможет. Нам известно, что косинус двойного угла равен косинусу этого угла в квадрате минус синус этого угла в квадрате. Мы уже доказали это в других видео, и это очень нам поможет в данном случае. Потому что теперь мы знаем, что косинус… Давайте запишем другим цветом. Теперь мы знаем, что косинус угла АВС будет равен… Извините, косинус двух углов АВС. Именно он нам нужен. Т.е. косинус двойного угла АВС будет равен косинусу угла АВС в квадрате минус синус угла АВС в квадрате. И нам известны эти два значения. Это самое значение будет равняться 3 пятым в квадрате. Косинус угла АВС равен 3 пятым, поэтому возьмем его в квадрат. А значение этого равно 4 пятым в квадрате, поэтому отнимаем 4 пятых в квадрате. В простой форме мы получаем 9 двадцать пятых минус 16 двадцать пятых, что равняется 7 двадцать пятым. Извините, это отрицательное значение, будьте внимательны. 16 больше 9, поэтому минус 7 двадцать пятых. Вам может показаться странным, почему у нас получилось отрицательное значение, когда в условии есть двойной угол, а косинус определённый был положительным числом. Здесь нам нужно обратиться к единичной окружности, которая, как мы знаем, служит инструментом для определения тригонометрических функций. Ось Х, ось У. Давайте начертим единичную окружность. Это моя лучшая попытка. Итак, наша единичная окружность. Итак, этот угол вот здесь выглядит примерно так. Как видите, его х-координата, которая равна косинусу этого угла, имеет положительное значение. Но если вы удвоите этот угол, он будет выглядеть так. И теперь мы видим, как на плоскости единичной окружности х-координата располагается во второй четверти окружности. Это значит, что она имеет отрицательное значение. Именно это и произошло в данной задаче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова